Пописайте на канал! Пописайте на канал! Всем привет в этом новом влоге! А мы сейчас идем, знаете куда? Мы идем покушать. А потом, знаете куда мы пойдем? Потом мы пойдем на ресепшн. А знаете, пойдем зачем? Затем, чтобы договориться о том, чтобы выходить из этого отеля раньше, чем мы планировали. Потому что он... Мы особо не выпендриваемся. Но просто этот отель, мне кажется, не соответствует той сумме, той сумме, которая стоит. Поэтому мы хотим отсюда съехать. Это мы никогда не делали. Вам не разрешат, и мы в итоге останемся здесь. И через неделю он говорит, слушайте, классный отель. И через неделю он говорит, слушайте, классный отель, здесь очень здорово. Я надеюсь, что к концу этого влога вы увидите нас уже такими радостными, счастливыми, что у нас все получилось, все классно. И мы сменили свою локацию, потому что, ну правда, ну как бы... Я уважаю свои деньги, и я уже научился сравнивать. Я понимаю, что это не то. Все бы ничего, просто не охота две недели как бы существовать в компромиссе. Старно заплатить большие деньги, две недели такие, знаете, типа, ну ладно, потерпим, потерпим. Вот, не делайте так. Уважайте свои деньги, уважайте свои финансы. Добро пожаловать в игру, началось. Вот, ну надеюсь, сейчас разрулим все. Я лох. Сумку маленькую не взяла, чтобы положить все это, в руках тащу. А там у меня леди ходит, говорит, я одна поеду. Каблуки дело непростое. Дизайнер обуви. Мам, мама, не надо вот так делать, может я вот так делать. Может, когда-нибудь дойдем до обеда? Да, мы очень вероятны, но это не точно. Мам, здесь просто какой-то палку надо поставить. И замуж. Блин, на камере смотрю на картинку вокруг, думаю, такое ощущение, что многие подумают, что мы просто выпендриваемся. Короче, все выяснилось довольно быстро. Сегодня я написал в Booking.com, они мне все-таки ответили и сказали, дорогой Денис, конечно же, вы можете пораньше со своей семьей выехать. Никаких проблем с этим нет. Есть одно но. При даже вашем раннем выезде, изменении дат, ваша сумма спишется полностью. Проблема в том, что вы можете уехать раньше, никакой нет. Все окей. Я такой... Нет. Так это не работает. Давайте тогда мы останемся. Будем оставаться, будем наслаждаться и радоваться нашему отдыху. Пусть даже чуть-чуть стартанувшему не так, как мы хотели. Ладно, нормально. Все, найдем, все исправим. Просто сейчас объясню. Так, друзья, короче, я вам не рассказал про переезд, мы переехали. Сейчас расскажу, как это произошло, расскажу, почему. Давай сначала покажем. Для начала у нас камера есть, по всему, в зеркале. Камера в зеркале, да. Пойдемте. Вот это наш вход, друзья. Показывай дальше, что он здесь. Значит, тут у нас две двери, которые не открываются. Как мы любим? Ну, это тоже большой плюс. Тут можно поставить коляску. Вот тут у Васи есть ступеньки. Непонятно куда, но все же интересно. Здесь у нас гостевая зона. Собственно, обеденная зона. Балкон! Балкон! Это кто у нас тут? Балкон, посмотрите, какой у нас балкон. А где Вася? А где Вася? Закрывай балкон. Вася, ты где? Ой, даже не знаю. Куда же она делась? Васька! Может, пойдем покажем другие комнаты, заодно там, может, найдем ее. Картины! Ой! Где-то я слышал, я пойдем дальше посмотрю. Это вот для тебя. Если тебя, как всегда, при входе сразу приспичило срать, пожалуйста, можете зайти здесь сразу же. В раковину! А, вот есть туалет. Все, понял. Понял. Просто какая-то комната со светом. Не знаю, что здесь сделать. Конечно, чемодан надо найти же. А, это для чемоданов? Это чемоданная. Я здесь! Василиска, это твоя комната? Да, у тебя свой туалет с ванной. Свои весы. Я подписать хочу. Свои весы садись. Вау! Телевизор. Не надо! Никаких бойфрендов. Несмотря на две кровати. Ванная. Ванная. Вау! Дверь! У нас есть туалет. Почему-то в туалете в биде лежит мусорное ведро. Странные люди. Ты знаешь, они еще взвешиваются около раковины. Есть ванна. Есть душевая кабина. Что? Это 200 с лишним квадратов. Друзья, 200? А ему тесно. Толкается. Мастер, как там? Гардеробная. Наконец-то. Разложить все. Вот тут. Вот тут. Я вот тут повешу свою футболку. И она будет висеть одна моя. Вау! Ну и венец роскоши. Посмотрите на наши хоромы. Лишняя наша комната. В которой, конечно, мы будем пребывать 100% все вместе. Потому что вряд ли Василиса Денисовна захочет жить одна. Ну и давай. Как оно? Богатство? Хорошо. Хорошо? Чувствуешь себя эскортницей? Папа! Так, а что здесь у нас? Что здесь у нас? Что здесь у нас? Да что ж там такое? Шторта огромная. Ого, бассейн какой-то. Там бассейн какой-то. Короче, друзья, я расскажу вам всю историю. Это такая удивительная история для нас. Ну, типа, да, мы потратили, переехали, потратили деньги, переехали в отель, переехали в отель, который мы очень уважаем. И многие другие отели нам не понравились. Мы приехали в этот отель, приехали. Мы даже захотели, вот на секундочку, лететь в самый популярный отель, который Парус. Потому что там номера все сделаны, где, знаете, такое там, колонна, золото. Мы такое не любим. Мы вот больше по минимализму какому-то такому стилю. Ну, еще плюс в Парусе я прочитал, что у них там обед и любой прием пищи стоит в районе 50 тысяч. Я такой... Ну... Короче, мы приехали в другой отель, в другой бренд. Приехали, и номер оказался не такой, как на картинке. Он, знаете, был старый, пошарпанный. Видно, что, короче, он видавший виды. Мы так расстроились. Я говорю, начали придумать о переезде. Поговорили с менеджментом отеля, и они сказали, что вам надо поговорить с другим менеджером, с нашим главным, который как бы постарались решить вашу проблему. Я такой думал, ну, а нам booking.com отказал, как вы поняли уже, в том, чтобы вернуть деньги. Менеджер отеля сказал, я могу вам предоставить номер повышенного класса. Мы такие, ну, что там за номер повышенного класса? И нас сегодня приводят сюда, и мы такие... Вау! Это буква S. Сервис. Это... Риксис. Вообще, one love. Ребята, это никакая не интеграция, ничего. То есть, вы поняли, да? Была проблемная ситуация. Мы не говнистые люди. Вообще, ну, вы, я думаю, понимаете это, когда смотрите наш контент. И в итоге, вау, вот это круто. Это когда вот мы доверились бренду. Доверились названию бренду. Поехали в него, и бренд доказал то, что это... Почему он так долго на рынке, почему он такой крутой. Потому что вот так вот. Видите, что-то не понравилось, можно об этом сказать. И вот. Добро пожаловать. Пойду какать. Никогда, не советую. Всё, аккуратно, остановись. Только под присмотром профессионалов. И не повторяйте это дома. А, ты это для кого снимаешь-то? Мам, посмотри. Просто в трусах все. Если бы я не знала, я влоги делаю. Мам, можно... А, реально, влоги делаешь? Мам, можно кубичку поставить? Яблоко. Яблоко, конечно. Обоим. Артур, у меня огромный кабачок поставил. Подписочки на канал, пожалуйста. А я вас люблю подказочки. Смотри, сейчас лавка перевернется. Выходи. Что-то опасно. Там скрипит, скрипит. Ты должна... Нет! Нет, я сказала, должна. Что вообще начинается такое? Давай. Тихо. Бегай. Тихо. Аккуратно. Физик. Этот трюк называется у вас телятина. Доброе утро, между прочим. чай я кстати вчера зашел на booking.com решил посмотреть сколько стоит номер который нас переселили на две недели и он стоит 2 миллиона рублей две недели 2 миллиона рублей спасибо большое а вот этот номер еще жирнее посмотрите здесь здесь есть номер с личным бассейном он один на весь этот отель и в этот бассейн могут ходить только жители этого номера так а мне подготовили пранк девчонки а вы где ой ничего себе а пойдемте дальше я воздачно пугаю пойдем ох видок какой смотрите впереди а сейчас мы в этих хоромах за 2 миллиона рублей на две недели вы решили поиграть и так я побежал прятаться вася меня будет искать 1 2 3 иди сюда вот дальше считай до 10 я пойду прятаться давай сквозь закрывайся все теперь то есть меня войска не найдет она меня не найдет потому что мы никогда не прятались в шкафах я везу я везу папа я везу я везу шевелится а он еще тревожный все все мама идет нам опять все сейчас найдут меня иди вот тут где смотрела а мы здесь здесь смотрела а стой стой мне кажется где то здесь нужно быть смотрела здесь точно везде где то дядечка вот так воняет воняет конечно здесь папа постоянно здесь воняет напугали меня где запах родной ребята знаете что я спрятаю шкафчик вот что тут есть что-то я проиграл что-ли я не нашел 1 2 3 4 5 Я здесь не найдём, ребят, молодой папе, я не найдём, то есть, да, да, у меня папы не найдём. Ребята, я с тобой объясняю. Посмотрите, это папа не такой трудный, ребята. Василиса? Я, кажется, тебя нашёл! Круто сыграли. Ну шо за вид вообще, шо за вид? Ну топлив. Санта-Барбара. В общем, друзья, знаете, что я хотел рассказать вам, поделиться. Мы сегодня приехали в Даунтаун, недалеко от Дубай Молл, и решили посмотреть здесь апартаменты. Потому что подумываем после отеля переехать. Посмотрели такие, ну мы типа жили на Пальме, сейчас живём на Пальме, жили в Марине. Осталось где, ну если ты не хочешь где-то переезжать, в Даунтауне. Приехали в Даунтаун. Вот очень крутое здание, называется Сондер. Оно красивое. И поняли, что в Даунтауне, ну конечно же есть вот такая красота. Типа ты выходишь и такой, йоу, красиво. Тут ничего нет. По крайней мере у того билдинга, который мы смотрели, ничего нет. Ни кофейни, ни магазинов, ничего. А стройки? Ну то есть у тебя есть свой билдинг, у тебя есть там офигенный бассейн. Скорее всего, как ресторанчик внутри твоего билдинга. Но всё остальное рассчитано на людей с чем? Вот с такими штуками железными, которые ездят по дорогам. Сейчас пойдём ещё чуть-чуть пешком до Дубаймола. Посмотрим, может какое-то здание. Блин, вот тут смотрите красиво, да? А вот, смотри, а вот Кэррифур. Да всё, короче, я нагнал вообще. Зря слушали вот этот мой спич. А, это не Кэррифурд. Всё нормально, я прав. Что это? Кафешек вот дофига пришли. Да, зря слушали всё, что я говорил до этого. Тут всё есть. Ну вот, а вы говорите самые интересные тревел видео у Птушкина. А попробуйте подписаться на мой канал. Вот тут смотрите как. Минуту назад шёл и хайл даунтаун. А сейчас выяснилось, что здесь всё есть. Вот это линейка калейдоскоп и эмоций. Небя, знаете, что? Она сейчас не может сниматься. Она вот так... И будет водичка смеяться. И у неё вот такие кроссы поменяются. Вот. Вау, она прям вообще идеальна по размеру. Вот это да. Вот это клава, квашечка. И будет крепче так держаться. Покажи у вас кольцо. Покажи папе кольцо. А мы снова в нашей любимой этой лапшичной китайской. Как вы поняли. Поэтому рекомендую. Если вы ещё не приехали в Дубай, приезжайте, пожалуйста, приезжайте сюда. Здесь вкусно. Покажи папе кольцо. Покажи папе кольцо. Покажи папе кольцо. Покажи папе кольцо. А мы сегодня решили, что мы сегодня будем в Дубай mall. Потому что, конечно, у нас здесь один шопоголик есть, который хочет себе купить баленсиеву. У меня мало баленсиев. Здесь просто была коллекция. Сегодня мы планируем пойти в Трампу Экстрим. Это самый большой батутный центр в мире, мне кажется. Настолько планируем, что даже с нами мама хочет пойти. Мне кажется, это будет интересно. Но я уверен, что это будет интересно. Так, мы шли в самый большой батутный центр, а пришли в довольно маленький. Вот. Ну, давайте прыгать и веселиться. Чего? Сильнее толкиваемся. Я сейчас, кажется, не знаю. Я боюсь. Давай с первой. Ну, прыгай давай, пацаны ждут. Все, пойдемте. Ну, короче, все. Нам осталось здесь 10 минут, еще час от нашего. Дубай mall. Трамп Экстрим. Я не очень советую. Если у вас, особенно, ребенок старше 4 лет, мне кажется, здесь делать особо нечего. Здесь, типа, прям, ну, дел на час нет. Но где-то есть Трамп Экстрим, который огроменный. И поэтому лучше туда попробовать попасть. Сюда, ну, все. У нас сейчас час кончается. Довольно-таки весело было, потому что мы бегали друг за другом. А так делать здесь не-че-го. Я забыл сказать. Это при условии, что вы уже были на каких-нибудь трамплинах. И вы уже, знаете, такое, трамплины и всякое такое. И трамплиновые парки. И вы знаете, как прыгать, спинопластываете. Вот. Если вы искушенный трамплинами человек, то здесь особо делать нечего. а как бы маленькие. uru салон, ну, как бы маленькие. Да. Ухух. 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 Я… зачем а еще произошло великолепное ну во первых вечер как вы могли заметить были снимаю себя со светом вообще ничего не вижу короче хотел рассказать важную штуку сейчас дайте курс дороги уйду только какой-нибудь врежусь с этим фонарем где я порой кожи носа такого короче очень благодарен технологиям потому что допустим вот василиса ва на самом деле многие думают что она такая у нас типа буевик такая все дела на самом деле оно очень скромное девчонка и когда она приходит в компанию каких-то где много детей она очень скромничают когда сначала си надо время надо время порой вообще она может не внестроиться в компанию и еще и такое уходит грустника я но клёво что у нас есть тикток places популярность потому что ее начали узнавать дети и детях когда ее вид они хотят с дружить, хотя сразу с ней автоматически. Кто-то вообще думает, что он уже как бы, ну, из-за того, что он ТикТок смотрит, с ней знаком уже, и она этому супер рада. Дважды такое было, типа, здесь в Дубае, что ее узнали и хотят с ней там из-за этого поиграть, повеселиться, и она тоже так хочет из-за этого, ну, то есть, понимаете, да? Это ей помогает дружить с другими детьми, и это потрясающе. Сегодня произошло то же самое, ну, то есть, мы уже два дня тут тусуемся с девчонками маленькими, ну, не в смысле я или она, Васька, завтра они уезжают к себе, улетают к себе на родину, вот, и Васька еще с ним просто до Талова, они бегают, целый день веселятся, Вась такая просто, ну, знаете, что с ним было? Знаете, что с ним было? Можно расскажу? У меня аж прям вот так все, я такой вот так сделал. Короче, они подходят к нам на бассейн, ну, в бассейне, пока мы плаваем, и А Вась, он часто кому-то говорит, приходите ко мне в гости. Вот, и никто не приходит, потому что, ну, в общем, а тут незатуманный детский разум воспринял все это за чистую монету, и раз один ребенок сказал, приходи ко мне в гости, тот другой, что, взял и пришел. И Васька спит в 4 часа дня, и мы слышим звонок в дверь, мы такие, кто? Лена открывает дверь, и там стоят две ее маленькие подружки, и они такие, а мы к Ваське в гости пришли. Типа, понимаете, и они принесли ей подарок, надувные шарики, шарики надувные с насосом, из которого можно делать эти. Короче, я такой думаю, блин, как круто. Дружаки появились, которые приходят к ней в гости подарки, дарят, заходят за ней, заходят за ней, за ней заходят. Отцовские радости. А это, между прочим, ночной Дубай. Вот, типа, вот, ну, вот такой вот он. Где-то плачет Нью-Йорк. Плачет, и такой, ух. Смотрите, здесь поселились дикие, необузданные рыси, или пантеры. Абсолютно опасные пантеры поселились. Васька с ним познакомилась, и мы их теперь подкармливаем. Вот видите, положили на территорию отеля сосиски, они их не едят. Кому выводы делать, не знаю. А у нас Вася решила побороться против целлюлита своего, которого у нее нет еще, и пришла сегодня на аэр-йогу какую-то. Пойди, сделай у вас, и у нас есть давайте сорвуем сериал там возле своих... Вася, надолго не хватило. Спорт, дело непростое, и она на любое, любой запрос от тренера говорит, не хочу, не хочу, хочу просто качаться. Почему бы и нет? Прям ты на гамаках, да? Я. Запуталась просто. Мне кажется, я когда ходила, единственный раз на гамаки, я примерно так же. Я просто, у всех все получается, у меня нет. Я просто как сосиска, знаешь, в упаковке застряла. Вот это я понимаю спорт. Давай. Обратно. Смотри, папка и бабуля. Она получается, когда ложится, ее тут все держит, и все. Харима. Харим. Не, 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 стойте, не стойте. А, ты хочешь? Стой. Майя мама. Майя мама. Майя мама. Майя мама. Смейали делайте только, хорошо? Нет. Обалдеть. Смотри, давай нас последний. А, это тоже прошло, что ты запомнил, да? Да. Вау, очень круто. Фок, ты снял тебя, как ты разминалась? Я снял тебя, как ты разминалась. Я вообще считаю, что, дядя Артур, давай после этого влога знаешь, что сделаем? Вот, и я думаю, что всем, кто смотрит этот влог, тоже пригодится. Возьмем музыку для медитации, сделаем этот кадр, где Вася медитирует длиной в 10 часов. Пускай у нас на канале будет видео, для медитации длиной в 10 часов. Так выглядит дзен, мне кажется. Это супер манат, мне можно за это что-то вкусненькое получить. Пончик? Ну, да. Пончик? Или мороженое лучше. Ну, давай пончик, это моя любимая. Ну, скажите, что вы не ради этого занимаетесь спортом. Пончик? карате? Карате? Давай. Вот это круто. Мам, можешь так же? Не боитесь, у меня платье 3. Это небольшой туториал по карате, вам пользуетесь. всем привет, А что, вальду посмотрим? Давайте. Постоянно пляже стоит рядом с каждым лежаком. Окувается. Позреваем. Что там? Вода. Холодная. Мы ж тут были в магазине, я увидел лучшую шапку в мире и подумал, что ее надо срочно купить. Она ждала именно меня. Я не удивлюсь, если она в мире вообще одна была. Взял, если эта шапка не была произведена 7 лет назад, я бы не на свадьбу пришел. И что, рядом с этим? Согласны? Да. Да. Блин, нафиг, блин, у нас сегодня батуты. Васька, ты готова к батутам? Ну, пока что не всегда. Пока что не всегда. Ждали весь день. У нас сегодня привезут батуты сюда в отель и будем... Ну, как мы, Васька будет веселиться. Что помочь? Если она конфета упала в полный бокал, можно достать вот. Конфета в бокал упала? Да. Так вот здесь дофига еще конфет. А может поднять просто? И минуты не надо, да? Да. Знаете. А, что надо положить? А, тут порядок навела. А, ты выбрала щелкотка. Ну, короче, заряжаемся энергией шоколара и идем прыгать на барюлях. ты говоришь английский? Мать. Вась, скажи по-английски мама. Мама. Видите, наши влоги еще и полезные, ну, с точки зрения лингвистики, новые слова подучите. Вот сегодня выучили слово мама. Давай, Вась. Все нормально? Да. Какой-то здесь супер-турбо детский рейв просто. Успевай только следить. Это Uber место. Нет, зачем здесь реально в Uber есть вертолет? А еще вы замечали, что сколько бы люди не развивались, сколько бы технологий не создавалось, как бы мы там не летали в космос и прочее, всегда, всегда, блин, когда ешь кукурузу, она зазревает в зубах. Это раз. А второе, всегда, когда люди видят вертолет, они говорят «Во, вертолет!» Пять. Давай. О! Да, блин, как я вот на вот эту штуку? на барбе, с лялечкой. У меня одна ляля, одну чесенью отдали. Я когда брал ее, мне показалось, что это реквизит, он так посмотрел на меня. Это всеедобное. Это всеедобное, ты не пробовала? Спасибо. Здесь привезли 4 миллиарда батутов, поставили музыку, здесь 3 миллиарда сладкого. Все очень весело, ну, прям круто, прям, прям круто. Васька вообще вся потная уже, все. Скоро идти надо кушать. Говорил вам, подписывайтесь на этот канал, и вы сегодня получите самый вкусный сладкий десерт, который выберет Вася. Вот это. Подожди, не раскрывай карты. И все, кто подписались сейчас, именно после предыдущего влога с Папайей, сейчас получают самый вкусный десерт, самый вкусный десерт, который выбирает Вася. Вася выбирает его каждый день, несмотря на все огромные шоколадные торты, ее выбор падает всегда только на этого. Свет. Покажи, что у тебя. Вот, давайте, кушайте, кушайте, предложим. Как надо говорить, чтобы они делали, что? Делайте вот так. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Делайте, не стесняйтесь, делайте. Давай, делайте. Это самый вкусный десерт, честное слово. Вась, не, это же для тех, кто подписался на канал. Не, Вась, подожди, Ребят, король, объясню. Отдай, отдай, Вась. Вась. Сейчас беру. Ой, а у нас номер чувствует. Секундочку. Все, друзья, вот это ваше. ребята, знаете что? Па, давай мне словец. Пап, лови меня, давай. А ты подписался на канал? Па, давай скажи, не трос, не ест. Что ты не предлагаешь людям манго, который ты потрясающе опять украл? Друзья, ладно, давайте так, кто подпишется в этом влоге на следующий влог, тот получит вкуснейший манго. Человек каждый день ворует фрукты. У нас лежат киви. Манго. Не сразу это ест, мне кажется, он копит. А еще видели бы вы, сколько он себе нутеллы вынес. О, два полных кармана просто. Это я называю синдром алл-инклюзив, когда ты видишь, что все бесплатно, ты такой, типа, короче, все, меня здесь все осуждают, это они мои хейтеры, это они ставят дислайки под этими влогами. Подпишитесь на этот канал, и у нас, не помните, у нас к декабрю, концу этого года, точнее, у нас есть цель 300 тысяч подписчиков, мы уже почти приблизились, уже 280 тысяч, осталось совсем чуть-чуть, так подпишитесь, вам манго будет. С маршмеллоу, видите, не обманули. Кто-то вообще, кто-то сыграл покрупный, подписался и получил вкуснятинку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!